Несмотря на похолодание, некоторые жители республики все еще проводят свое свободное время вблизи водоемов. Кто рыбу ловит, а кто-то просто гуляет на берегу Енисея. И чтобы избежать несчастных случаев и обеспечить безопасность на водных объектах, спасатели проводят ежедневное патрулирование по акватории Енисея, в частности проверяют маломерные суда. В течение всей навигации маломерные суда встречаются. С начала акции у нас уже было оштрафовано более 20 судоводителей за нарушение правил эксплуатации маломерных судов. Судоводители, управляющие состояние алкогольного обвинения маломерного суда, не выявлено. Четвертый завершающий этап акции «Вода территория безопасности» в Туве продлится вплоть до окончания навигационного периода. По данным спасателей, в осеннее время года большинство рыбаков выходят на водоемы, стремясь сделать как можно больше запасов. Но в погоне за уловом не стоит забывать, что и на воде действуют свои правила. Санкции за управление в нетрезвом состоянии. Предусматривается санкция. То есть материалы потом передаются в суд. Суда помещается на штрафплощадку. И уже по решению суда судоводитель будет лишен прав. Стоит отметить, что акция нацелена не только на рыбаков. Также проводятся профилактические беседы со школьниками. Главный упор происходит у нас на занятия профилактикой в школах, в учебных заведениях, в садах, на предприятиях. Чисто вот сейчас занимаемся именно профилактикой. Даже еще готовимся к зимнему же периоду, к тонкому льду. По словам спасателей, вблизи водоемов нужно быть бдительным всегда. Осенью отдых воды не так активен, как лето. Однако о безопасности забывать нельзя, чтобы исключить несчастные случаи. Пограничники Тувы увековечили память героически погибшего в Чечне Алексея Мерла. 22 сентября сотрудники погрануправления республики посетили село Адыркижик Тоджинского района, где жил Алексей Мерла. В торжественной обстановке на здании школы установили мемориальную плиту, посвященную рядовому Мерла Алексею Александровичу, героически погибшему в 2002 году при исполнении воинского долга в Чеченской республике. Отметим, что героическое имя рядового наряду со многими другими именами воинов-пограничников, отдавшими свои жизни в борьбе с терроризмом, увековечено в книге памяти сотрудников органов безопасности, погибших при исполнении воинского долга на территории Северо-Кавказского региона. В этом году Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций отмечает 85-летие. К юбилею ведомства организовано ряд мероприятий, среди которых и анкетирование жителей Кызыла на знание о правилах безопасности. Уважаемые жители города Кыбыра, а также Республика Игости, Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям проводит акцию, посвященную к дню 85-летию гражданской обороны. Кроме того, итоги анкетирования смогут дать ведомству более объективный взгляд на знания граждан по своей безопасности в чрезвычайных ситуациях. Служба ГОЧС Республики Тыва проводит акцию анкетирования. Вопросы связаны с образованием гражданской обороны и их функциональных обязанностей. У нас есть первый победитель уже, у нас, ну скажем, неценные, но памятные призы. Вопросы самые разные от базовых знаний о работе службы ГОЧС вплоть до правил оказания первой помощи. Горожанам анкетирование понравилось. От каждого их правильного ответа и знаний в области безопасности может зависеть чья-либо жизнь. Да, очень интересные и такие актуальные. Напомню, что служба гражданской обороны направлена на внедрение и совершенствование систем комплексной безопасности населения страны.